Мы провели несколько тестов и по их результатам могу сказать, что, скорее всего, ваша подозреваемая не виновна. Это, конечно, предварительная информация, но я уже могу доложить ее прокурору. Нет, нет, нет. Вот об этом как раз не стоит доказать прокурору. Просто помогите мне доказать вину подозреваемой. А я помогу вам, чем смогу. И вы не только поможете следствию, вы поможете еще одному, очень хорошему человеку. О какой такой помощи вы говорите? Я работаю не за чью-то помощь, как вы выразились. Если прокурор дал мне поручение провести экспертизу, то я и доложу ему результаты. Реальные, а не подтасованные кому-то в угоду. Простите, но ничем не могу помочь ни вам, ни вашему хорошему человеку. Только честному расследованию прокуратуры. И невиновной подозреваемой. Николай Семенович, вы меня просто немного недопоняли. Я хотел протянуть вам руку помощи, облегчить вашу работу. Я знаю, что она виновна. И у меня есть доказательства. Я знаю, что у вас очень много работы. И зачем тратить месяц, а то и больше, но и так почти доказанное дело. Думаю, я прекрасна, Господин. С такими, как вы. Я дел не имею. Я сделаю все для того, чтобы прокурор получил результаты экспертизы как можно скорее. Лично. Без вашего посредничества. А то ведь они могут затеряться или измениться. И пострадает невиновный человек. И поверьте мне, я расскажу ему, какие допросовестные, усердные следователи у него работают. Николай Семенович, я бы на вашем месте был более осмотрителен на поворотах. Я бы на вашем месте выметался бы из этого кабинета. Вон отсюда. Вернись с любовь Вернись с любовь И унеси меня Напередай Искать тебя Дышать с тобой Вернись с любовь Вернись с любовь Алло. Сергей Романович? Приветствую. Вы еще не в прокуратуре? Там вас Максимов искал. Злился очень. Привет. Спасибо, что предупредил. А, еще вдруг вам будет интересно. Сегодня труп нашли монашке этой. Пелагеи. В коморке ее. Пелагея умерла? И как? Сама коньки отбросила или кто-то помог? Ну, я не знаю. А что, нужно узнать? Ну, вообще-то это не важно. Просто я люблю быть в курсе событий. Если что-то интересное узнаешь в моей книге, хорошо? Обязательно. Как только, так сразу. А вообще-то у меня к тебе дело есть. Это не по телефону, поэтому давай. Через час в парке встретимся. Я понял. До связи. Это ужасно. Какой-то не Пелагея, Пелагея. Милые мои, дорогие. Это большое горе. Большое. От нас уходят самые дорогие, близкие люди. Так жизнь устроена. Что с этим поделать? Ну, ведь она же ушла в лучший мир. Она ушла в рай, сидит, сейчас смотрит на нас. Я не могу в это поверить. Мне кажется, что это какой-то дурной сон. Что я сейчас проснусь, и она зайдет. Крюша. Дима. Дима. Я как только узнал, сразу примчался. Это ужасно, Дима. Это ужасно. Толик, ты молодец. Ты очень хорошо сказала о сестре Пелагеи. Точнее, сказать нельзя было. Катюш, ты слышала своего мужа? Он говорил о сестре Пелагеи в реченских новостях. Если честно, я даже представить не мог, что Толик может быть таким красноречивым. Жаль, что только по этому поводу. Ну, постарайся не переживать. Дело Пелагеи будет жить, и мы будем все для этого делать, и ты, и я, и Толик. Бедная Любушка. Она же еще не знает. Бедная моя девочка. Нет, нельзя. Нельзя это говорить. Ну, конечно, нельзя. Она сейчас в таком положении. Эта новость просто убьет ее. Да, ты прав. Я думаю, пока она в СИЗО, она не должна ничего знать. Я думаю, что душа Пелагеи будет с нами всегда. Господи, за что весь этот ужас? Сергей Романович, вы себя кем возомнили? Сначала вы не приходите на совещание, потом мне докладывают, что вы эксперта нашего пытаетесь чуть ли не запугать. Вы нормальный? Да нет, он просто меня неправильно понял. И вы. Я просто попросил его помочь мне, ускорить процесс, и все. Я же веду дело Фадеева. Слушайте, не надо мне лапшу на уши вешать. Вот за такие дела вы мне сами под суд пойдете. Андрей Александрович, мы напали на след. Тараскин, ну что за дела, а? Почему без стука? Ну, простите, у меня... У меня серьезный разговор. Ну, у меня очень срочно. В общем, я знаю, кто убил сестру Пелагея. Ну, или, по крайней мере, общался с ней в ночь ее смерти. Так, скоро? Ну, и кто? Ну, в общем, мы нашли отпечатки пальцев на косяке кельи. Так. Все они принадлежат Евгению Труханову. Кому? Я говорил вам, что я все равно отомщу и возьму свое. Пелагея теперь радуется встреча со своим женихом. Люба в тюрьме, там она и останется. Катя моя. Она меня любит. У меня есть общественное влияние. И у меня есть два сына. Но ни один не назовет меня папой. Никогда. Моему младшему сыну дали имя моего врага, лицо которого я вынужден носить. Анатолий Олегович Калинин. Великий нейрохирург. Иногда мне кажется, что я в тебя превращаюсь. Да ну? Так уж и превращаешься. Его лицо всего лишь в маске. Женя. Правда, приросла крепко. Не оторвешь. Нет, Калинин. Ты меня не победишь. Я сильнее тебя. Я не ты. Я Евгений Труханов. И я отомщу всем своим врагам. Живые будут завидовать мертвым. Это точно Труханов. Ошибки просто быть не может. Мы нашли потожировые следы из самой монахини. И вот его пальчики. Наша лаборатория все проверила. Сева. Дело в том, что Евгений Труханов, ну, никак не мог оставить пальчики в келье у Белагии. Мог или не мог, но все-таки оставил? Еще раз тебе повторяю. Он не мог оставить ни отпечатков. Он не мог там быть. Он вообще не мог. Не убить ее. Евгений Труханов вот как умер. Ну, как так? Я на тысячу процентов уверен, что это он. Ошибки быть не может. Ну, что, этой ночью к сестре Пелагеи, что привидение заходило, что ли? Сева, сделай мне должение, а? Чушь нанеси. Ну, это я так, ну, ну, это же просто невозможно. Почему невозможно? Это старые отпечатки. Труханов был в келье у Белагеи еще до ареста. Вот и оставил. Хорошее объяснение. Что они, за год не стерлись? Что Пелагея не убирала никогда? Ну, значит, не стерлись. А если убирала, то не так тщательно. И не там, где Труханов отпечатки свои оставил. Или, может быть, вы больше верите в то, что Труханов восстал из грубы, чтобы навестить Пелагею? А? Ладно, разберемся. Так, я беру это дело под личный контроль. Тараскин, что там с причиной смерти? Вскрытие еще не закончено, но Баранов обещал поспешить. Хорошо. Как только закончится, сразу ко мне. Пока можешь пообедать. Там спросить и подскажут, как пройти. Не верю. А что не верите? Не верю, так бар называется. Потом сразу ко мне. Так, теперь вы. Я, наверное, тоже пойду пообедать. А потом сразу к вам. Хорошо. Идите. Вот и пришел наш папа. Мы очень соскучились. Здрасте. Здравствуйте, Анатолий Олегович. Что-то случилось? Нет. Ничего не случилось, слава богу. Я просто Толика пришел увидеть. Зайти, Мариношка, что-то так соскучился. Вы уж простите, что без предупреждения. Можно зайти? Да, да, конечно. Проходите. Спасибо. Вот что я тебе скажу. Пелагея умерла от анафилактического шока. Спровоцированного ядом болотной гадюки. Чего? Тут что, получается, ее змея укусила? Именно так. Мы провели анализы. Кроме того, на шее я обнаружил следы от укуса. Вообще-то, от укуса болотной гадюки не всегда умирает. Но, если жертва аллергик, яд попадает в кровь в области шеи или головы, то тогда конец. Анафилактический шок, удушья, смерть. Ну, что, собственно, и произошло. Ничего не понимаю. Откуда в келье монахиня Пелагея взялась гадюка? Ну, вообще-то, окна в келье были разбиты. Может, заползла? Заползла. Куда она потом делась? Странно все это, конечно. Ну, ясно. Так, слушай, ничего не вопроса. Скажи, вот, может быть такое, чтобы в келье сохранились потожировые следы годичной давности? Ну, теоретически, да. Но вряд ли. Разве что в течение года в келью никто не заходил и не производил уборку. Ага. Получается, так оно и было. Потому что человек, человек, которого мы обнаружили, уже год как мертв. Это небезызвестный тебе, бывший Мавичинская, Евгений Труханов. Вот так. И еще один сюда. Давай. Вот, вот ты мой хороший мальчик. Умница. Анатолий Олегович, хотите чай или кофе? Профессор? Да. Я говорю, хотите чай или кофе, я приготовлю. Да. Сделайте мне, Мариночка, пожалуй, то же самое, что с себе. Мне, в общем-то, все равно. Вы знаете, так хорошо, что у Толика есть такой заботливый дедушка. Вы так трогательно с ним общаетесь. Видно, что вы любите детей. Вам бы своих завести. Своих? Своих мне, пожалуй, уже поздновато. Да, потому у Кати есть своя дочь. Ну, знаете, возраст этому не помеха. Некоторые в 45 детей заводят. Это паранойя. Она сказала это просто так. Нет, ну, может быть, конечно, она намекнула на тебя, а может быть и нет. Для нее ты, для нее ты больше не Женя Труханов. Теперь ты для нее Анатолий Калинин. Не родной дедушка ее сына. Который так похож на своего папу. Пожалуйста. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Девушка, а можно, пожалуйста, вас на минуточку? Да, я вас слушаю. Скажите, пожалуйста, а вот это вот, это что такое? Вот это вот, это котлета. Это котлета? Это не котлета. Это же есть, невозможно. Ну, извините, ничем помочь не могу, пока никто не жаловался. Ну, значит, я буду первым. Принесите книгу жалоб, пожалуйста. Пожалуйста, жалуйтесь на здоровье. Спасибо. 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 Это не спасибо. Действительно, не жаловался. Ладно. Принесите мне, пожалуйста, шницель, вот это заберите, пожалуйста. К сожалению, шницели закончились. Так что, доедайте котлету. Сейчас будут новости, я чуть не пропустил. Сегодня ночью в своей келье при невыясненных обстоятельствах скончалась сестра Пелагея. Монахиня, известная Всеволеченску, благодаря многолетней выговорительной работе. Я знал сестру Пелагею, я ее очень хорошо знал. И известие о ее смерти Ира! Она, она же не могла умереть. Ира, Ну как так? Чего? Чего? Да они же врут, сегодня же ничего не знают. Ну правда, это действительно кто-то зло пошутил. Ну это все, это шутка неудачная. Ну перестань, это не шутка. К сожалению, это правда. Сестра Пелагея действительно умерла. Я следователь, я веду это дело. она действительно умерла, я видел ее тело сегодня ночью. Ира! носил имя этой великой женщины. Носил имя сестры Пелагея. Дим, я не могу, я боюсь, когда я ее увижу, заплачу. Катюш, не переживай, все будет хорошо. Радя Люба, ты должна держаться, она не должна ничего понять. Ты же понимаешь, что эту новость может сломать ее. А если я не выйти? Вытяжешь, ты сильная. Мамочка, папочка, скажи. Людка моя. Так, все, только не плачем, только не плачем. Слезы мы оставим на потом, на потом слезки. Да, будем плакать от радости. Как же я по вам соскучилась, Тон. Не знаю, что думать. Мне постоянно кажется, что я вообще отсюда не выйду. И что все думают, что я действительно виновата. Девочка, мрак, выкуп. Послушай, ты ни в чем не виновата. Ни в чем. И мы сделаем все, чтобы тебя отсюда вытащить. Ты поняла? Людочка, послушай, сейчас готовят окончательную, точную экспертизу листка назначений. Понимаешь, о чем я говорю? Эти результаты скоро будут у нас, и это будет доказательством твоей невиновности. Спасибо тебе, Фарбочка. Спасибо, мой хороший. Все нормально. Что бы я без вас делала? Главное, мы с тобой. Сломалась бы без вас. Есть один человек, который не должен заговорить. Мне нужно, чтобы кто-то доходчиво ему объяснил, что не нужно ли с дела, которые его не касаются. и ты знаешь, это нужно сделать сегодня. Вот тебе адресочек. Держи. Деньги вперед, Сергей Романович. А, да. Все сделаем. В лучшем виде. Надеюсь. Ну, я пошел. Иди. На. Давай. Давай, давай, давай. Все. Что это? Надо, 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 надо. Это валидол. Ир, вы простите, пожалуйста, что я начал вот так из-за мелочей скандалей. Дело в том, что я новый человек в городе, и это мое первое дело. Но я уже вижу, как сестру Пелагею здесь все любили. И я обещаю, обещаю всем, что если сестра Пелагея умерла не своей смертью, то я найду убийцу. Я обещаю. И вам, Ира, в первую очередь. Чего бы мне это не стоило. Женя, тут такое дело. В келе Пелагея, умершая при невыясненных обстоятельствах, вдруг внезапно обнаружились отпечатки пальцев покойного Евгения Труханова. Жень, ты ничего не хочешь мне рассказать? Ничего. Ну, я сейчас занимаюсь ремонтом этого приюта. Заезжал, вот с мету обсуждаю. Неудачное время ты выбрал, Женя, чтобы с метой проверять. Почему? Ну, потому что после твоего ухода Пелагея внезапно умирает. И прокуратура вся на ушах. На месте происшествия пальчики приведения не остались. неудачное. Да. Значит, с тебя причитается жизнь. Спасибо. Спасибо, Серега. А что они думают-то вообще, как она сама умерла или ей помог-то? Да не знаю, я думаю, сама. Я особо в это дело не вникаю, мне с твоей пачертью проблем хватает. Что такое? Киреев провел экспертизу, оказалось, что девчонка и правда не виновата. Дозировку она не меняла, ее кто-то подставил. А что теперь делать? Ну, естественно, никто реального виновника искать не будет. Выпустят ее и все. Но если Киреев не заткнется, все это всплывет. Поэтому предвидятся Жене непредвиденные расходы. Я уж понял. Давай. Да, еще, Женечка, дело Пелагея ведет молодой следователь. Сева Тараскина. Молодой и борзый. Так что, Женечка, если что-то там нечистое, этот нарует. Валый, возьмешь адреса и телефоны специалистов по змеям. Разузнаешь у них про нашего убийцу. Хорошо, считайте, что уже сделал. Стой. второе. Поезжай в приют. Порыщи там, поразнюхивай, разузнай, кто заходил, может быть, к Пелагею вечером. Поподробнее там, потряси всех. Есть. Я как только что-то узнаю, я сразу сообщу. Томочка, Томочка, всем тяжело. Мы все скорбим. Но надо быть сильными. Надо быть вместе. Деда Степановна, спасибо вам огромное. Вы столько сделали. Иван Иванович очень помог. И место на центральном кладбище. Похороны за счет города. Да вообще он всю организацию на себя взял. Я бы, конечно, одна не выдержала. Да, теперь я тебя еще руководить приютом, но ты не волнуйся, мы тебе поможем. И я, и Катя. Мы вместе справимся. Томочка. Здрасте. Я уже думал, здесь никого нет. Здравствуйте. А вы кто? Это следователь. Он занимается делом Пелагеи. Это Валентина Степановна, директор строй Реченска. Тараскин. Все, Влад. Очень приятно. Жаль, что приходится знакомиться при таких печальных обстоятельствах. Скажите, уже известно, при каких обстоятельствах умерла сестра Пелагея? Я пока не могу вам это сказать. Это тайна следствия. Ну, скажите, она своей смертью умерла. Я пока сам не знаю, что здесь произошло. Пока известно только то, что Пелагея умерла от укуса болотной гадюки. Подождите, откуда в келье могла взяться болотная гадюка. Вот сейчас я сам пытаюсь это выяснить. Поэтому мне важно знать, кто был здесь вечером накануне смерти вашей подруги. Здесь был только Анатолий Олегович Калинин. Он руководит ремонтом приюта. Это очень уважаемый человек. Он руководит нейрохирургическим центром. Это муж Екатерины Фадеевой. Ну, в таком случае мне необходимо пообщаться с этим уважаемым человеком. Я не знаю. Я не могу собраться с мыслями. На работе сосредоточиться я тоже не могу. Все как-то навалилось. Сначала Люба, а теперь еще и смерть сестры Пелагеи. Да. Это ужасно. Ужасно. Катя тоже жутко переживает. Места себе не находит. Я уж поддерживаю ее, так сказать, ну, как могу. Завтра суд над Любой. Я надеюсь, все будет хорошо. А хочешь, я пойду вместе с тобой на суд? Ну, если, конечно, тебе нужна моя поддержка. К сожалению, на заседании могут присутствовать только родственники. Жаль. Жаль. Мне бы очень хотелось в такой период жизни находиться рядом. с родными людьми. Ты не переживай, Игорек. С Любой будет все нормально. Я уверен, справедливость, она восторжествует. дядь, подожди. Что вам нужно? Кошелек в кармане, пиджак отзабирайте и уходите. Кошелек нам твой нахрен не нужен. Просто мы хотели тебе сказать, чисто так, по-дружески, чтобы ты не лез в ней в свои дела, а то мало ли чем это все закончится. Вы меня не запугаете, сопляки. Папа, это ты? Что там происходит? Скажи, что все хорошо. Да, это я. Скоро буду. Поговорю с коллегами и поднимусь. Короче, так, если ты хочешь, чтобы мы к твоей дочке в ближайшее время не нагрянули, своей маленькой компанией сиди тихо и не дергайся. Вы не посмеете. Ну, конечно. Завтра суд над Любой. Зачем я послушала Марину и подала это заявление? Думала, что если заберу его, то все исправлю. Не получилось. Я так виновата перед Любой. Себе этого никогда не прощу. Я знаю, что Люба не виновата. И ты тоже. Завтра все пройдет хорошо. Люба отпустит. Вот с Малиной я разведусь и мы забудем всю эту страшную историю. Я надеюсь. Я так виноват перед тобой. Не знаю, сможешь ты мне простить. Я тебя уже простила. с зимой. Ну, наконец-то. Ты где была? Мне опять целый день пришлось одной столиком сидеть. Прости. Должна же быть у меня личная жизнь. Ну, как продвигаются дела с Василием? Тетя, они вообще не продвигаются. Нет, ты меня окончательно решила настроение испортить, да? Ну, тихо, 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 не кипятись. Просто я считаю, я думаю, что надо дать Васе развод. С какой ты радости? С такой. Да. Давай рассуждать логически. Квартиру он купил до вашей женитьбы, правильно? Так. Значит, при разводе ты остаешься без квартиры. Ну, я уже не говорю про бизнес, тебе тоже не светит. Тетя, я не пойму, к чему ты все это ведешь? К тому, что надо дать ему развод. Понятно? Но! С компенсацией. Потребовать с него. Тетя, не думаю, что это хорошая идея. Послушай меня хоть раз в жизни и будешь свободной женщиной при деньгах. Тетя, а ты иди лучше ужин приготовь. Не надо мне советы давать, ладно? Да с удовольствием приготовлю для моей любимой девочки. Подумай. Ухожу, ухожу, ухожу. Так. Раздел имущества. Случай смерти одного из супругов. А я буду свободной обеспеченной женщиной, тетя. Только не разведенкой какой-то. По-настоящему свободной женщиной. Доброе утро. Доброе утро, родня. Будешь завтракать? Нет. Я ничего не хочу. Кусок в горло не лезет. Кофе попью. Ну, слушай, ты уже два дня ничего не ешь. Я очень сильно переживаю за Любу. Вдруг ее действительно посадят. Давай не будем нагнетать обстановку раньше, чем положено. Ты прав. Ты прав. Я сам, например, переживаю, что я не могу находиться с тобой рядом, в зале, сюда. Туда, оказывается, пускай только родственник. А что, я не родственник? Кто это? Это у меня осталось. Может быть, Дима? Но мы с ним около суда договорились встретиться сейчас. Дима, тебя здесь только не хватало. Это к тебе. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий Олегович. Я Всеволод Тараскин, следователь прокуратуры. Угу. Я пойду. Не буду вам мешать. Иди, иди. Очень приятно. Я расследую дело об убийстве сестры Пелагеи. Ага. Прошу. Спасибо. Может, бутербродик? Нет, спасибо. Не хотите. Кофигу. Тоже не хотите? Понятно. Ну, и чем я вам могу помочь? Скажите, пожалуйста, вы виделись с сестрой Пелагеей накануне ее смерти? Да. Да. Да, виделся. Мы с Катей помогаем приюту, ну, после пожара. Так вот, я заходил договориться по поводу, ну, когда могут зайти рабочие. Где-то около часа мы с сестрой Пелагеей проговорили, я ушел. Вы уж простите, буду есть, Пелагея. Да-да, приятного аппетита. Приятного аппетита. Скажите, а вы когда уходили, вы не видели никого около приюта? У-у-у. Ну, да. Может, вы заметили что-то необычное? Нет. Ничего подобного необычного я не заметил. Ну, вы знаете, я был уставший после работы. Может, я просто мог не заметить вот этого вот. Как-то не увидеть этого подобного необычного. Но если я вспомню, я вам обязательно сообщу. Да, это очень важно. Я был бы вам благодарен. У меня для вас плохие новости. Киреев отказался давать показания, не объясняя никаких причин. И я боюсь, что это дело мы проиграем, потому что у нас нет решающего доказательства. Мы... Мы не должны проиграть. Мы не имеем права проиграть. Тихо. Мы не имеем права проиграть. Мы не проиграем, Катя. Успокойся, все будет хорошо. Катюш, тихо, мы не проиграем. Будь здесь, будь здесь, будь здесь, я сейчас приду. Будь здесь. Все, я сейчас приду. Извините, бар закрыт. Сейчас состоится здесь поминальный обед. Здравствуй, Эдик. Здравствуй. Ты пришла за вещами? Нет. Я пришла поговорить. Что ж ты выбрала не самый удачный момент. Угу. Тогда я просто помогу тебе. Нет, спасибо, не надо. Вы издеваться надо мной пришла? Издеваться? Я пришла тебя поддержать. Ну, как ты не понимаешь, ты же мне не чужой человек. Мне больно каждый раз, когда ты меня отталкиваешь. Да, я не люблю тебя как мужчину, но это не значит, что ты перестал быть моим другом. Это я тебя отталкиваю? А как я могу поступать иначе? Ты сама все разрушила. Вытерла мне ноги и ушла. Да, Эдик, я понимаю, что я причинила тебе много боли, но и ты был виноват. Мы оба были виноваты. Неужели тебе проще взять и оттолкнуть меня, чем попытаться простить? Послушай, если хочешь, я сейчас уйду отсюда, и ты меня больше никогда не увидишь. Но если можешь, попробуй простить меня. Я попробую. Послушайте меня, пожалуйста. Я готов прямо сейчас обеспечить вас круглосуточной охраной. обеспечить охраной вашей дочери. На любой период, когда угодно, прямо сейчас. Я сделаю все, чтобы ваша дочь была в безопасности, чтобы в безопасности были вы. Я вас прошу только об одном. Пожалуйста, спасите мою дочь. Я вас умоляю. Ревность и зависть – вот два мотива, которыми руководствовалась обвиняемая. Она убила неродившегося ребенка и подвергла опасности жизнь подруги и чистого эгоизма. Только у нее был доступ к листу назначения, и она этим воспользовалась. Поэтому у нее нет права находиться среди нормальных людей. У меня все. Что ж, спасибо. Слово предоставляется защите. Спасибо, Ваша честь. Я хочу сказать, что Любовь Фадеева не могла покушаться на жизнь своей подруги. Только лишь по той простой причине, что она искренне за нее переживала и любила ее. А эта нелепая роковая ошибка в листе назначений произошла не по ее вине. И уж тем более не может быть результатом какого-то злого умысла. Ваша честь, я считаю, что Любовь Фадеева просто подставили. У вас есть какие-нибудь доказательства? Свидетельские показания? Нет. Но они не требуются. Алло, я на похороны сестры Пелагеи сегодня на работу я не вернусь. Значит, соберите все отчеты, я завтра их посмотрю. Совещание завтра в десять, как обычно. Нет. Давайте на одиннадцать тридцать. Все, свободно. Я к вам. Тараскин, тебя стучать не научили? Простите, у меня срочное дело. Срочное? Что у тебя опять? В общем, был я у этого вашего герпетолога. У кого? Специалиста по змеям. В общем, он сказал, что змея сама по себе в келью заползти ну никак не могла. А на птичьем рынке ее никто не продавал и никто не покупал. Поэтому я боюсь, Андрей Александрович, у нас с вами висяк. Висяк. Ты не бойся. Висяк. Пойдем по дороге обсудим. Хочется выглядеть презентабельно. Все-таки будет полный зал родственничков. Да-да. А куда это ты намылилась? Сейчас закончится слушание дела Любы. Хочу отнести ей цветы, чтоб не так скучно в тюрьме сиделась. Мы же с ней все-таки подруги. Подожди, подожди, подожди. То есть ты хочешь сказать, что я должна сидеть с Толиком? Слушай, а я, наверное, Толика возьму с собой. Подсудимая Любовь Дмитриевна Фадеева, обвиняемая по статье 111 УПК Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой прерывание беременности, приговаривается. Ваша честь, простите, что… Что здесь происходит? Почему вы без церемон обрываетесь в зал суда и нарушаете регламент суда? Ваша честь, простите, что нарушили регламент, но у нас есть важные свидетельские показания. Протестую. Время свидетельских показаний прошло. Раньше надо было вызывать свидетелей. Ваша честь, эксперт Киреев по объективным причинам не мог ранее дать эти показания. Но его показания могут коренным образом повлиять на судьбу подсудимой. Он был заявлен как свидетель защиты. Я прошу вас дать ему эту возможность, несмотря на эти формальности. Я согласен выслушать доказания Киреева. Ну что ж, представьтесь и сообщите, что вы можете сказать суду в качестве свидетеля защиты, просматриваемого в делу. Вот. Ваша, пожалуйста. Ой, спасибо большое. Спасибо большое. Красавица. Так. И мы тоже в долгу не останемся. Вот тут у нас, что у нас тут есть? О! Опа! Опа-опа-опа-опа. Это в честь того, что я праздник праздную такой, который еще ни раз в жизни не празднуло. Я с ним должок одному товарищу вернул. Вот сижу. С чистой совестью. Спасибо большое. Ой, пожалуйста. Ой, пожалуйста. Ну что же. Задачу долгов полную. Не спеши радоваться, дорогой. Убедись сначала, что все действительно так. Это что значит? Что значит, Киреев пришел на суд? Ну, сука! Извините. Жительница по Волжье взяла в банке потребительский кредит, чтобы оплатить киллеру убийство бывшего мужа. Она сразу заплатила киллеру пятьсот долларов, пообещав еще полторы тысячи по окончанию работы. После переговоров с заказчицей киллер сообщил милиции о ее намерениях. В свою очередь, оперативники поставили в курс дела ее бывшего мужа. Областной суд переговорил женщину к восьми годам лишения свободы по обвинению в подготовке умышленного убийства. Ты даже киллера нормального не смогла нанять, чтобы меня убить. Какая же ты все-таки неудачница. 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 Как вы видите, из результатов, предоставленной вам экспертизы, есть несколько четко и точно указывающих моментов на разность в почерках. Нажим не соответствует остальной надписи. Угол наклона не тот. Чернила ручки не соответствуют тем, которыми писали основной текст. Гидрохлорид меламид-5. Плюс нолик был дописан позже, чем основная надпись. В итоге можно сделать следующее заключение. Независимая техника криминалистической экспертизы при помощи оптических увеличительных приборов, светофильтров, ультрафиолетовых лучей и хроматографии показала, что любовь Фадеева не дописывала нолик в листе назначения. Субтитры создавал DimaTorzok Марин, привет. Слушай, у меня тут планы изменились. Давай столько погуляем. Все, Игорек. Теперь ты от меня никуда не денешься. Катина «Любов-2». Завтра о 20-й, сразу после ток-шоу «Говорить Украина». Завтра о 20-й, сразу после ток-шоу «Говорить Украина». Убираем. Убираем.